Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами о рынке недвижимости, ну я думаю, что эта тема подавляющему большинству наших слушателей очень интересна. И сегодня у меня в гостях Олег Репченко, руководитель аналитического центра irn.ru, добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И Дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark Salvis, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, значит мы сегодня обсуждаем с вами рынок недвижимости, назвали мы тему следующим образом, главный тренд сокращения объемов строительства, и знак вопроса пока у меня стоит. На самом деле я очень люблю вот подобным образом темы предлагать, я имею в виду со знаками припинания, потому что к концу передачи может быть там будет другой знак припинания, точка многоточия, восклицательный знак какой, или еще кого-нибудь мы придумаем. То есть это все в динамике. Ну и поговорим мы сегодня, естественно, не только о рынке заявленном, да, не только о строительном рынке, о рынке недвижимости в целом, да, его динамику определить. И мне будет интересно еще ваше мнение по поводу того, насколько сейчас рынок недвижимости рассматривается вот так называемыми инвесторами, да, которые в свое время скупали активно новострой, так называемый, да, для того, чтобы сохранить и приумножить, как звучат, собственно, основные две идеи строительства. Ну давайте начнем, давайте прям с этой темы заявленной и начнем. Что происходит на рынке строительном, сокращаются ли объемы и с чем это связано, если это так? Олег. Ну я бы сказал, что это тренд не сегодняшнего дня, он присутствует на рынке уже последние лет 5-7. Вот как закончились в Москве массовые стройки типового жилья Марьина, Митина, Бутова, Куркина, это где-то был 2005-2006 годы, самый такой был излет, да, в принципе объем предложения на московском рынке начал сжиматься. Еще в 6-7 году... 2006-го, потому что даже тогда еще строители рапортовали о росте объемов строительства, но все большая часть Лужковской администрации тогда стала забирать под различные социальные программы. С рынка практически исчезли новостройки эконом-класса, начиная с 2005-го года. То, что предлагалось, это был достаточно дорогой бизнес-класс и элитка. И, по сути дела, вот так даже чисто по-человечески, как бы недостаток предложения, он начал ощущаться года с 2006-го. Вот именно с 2006-го года и довольно резко подскочили цены на московское жилье за 6-й год примерно вдвое. Одна из основных причин, это вот как раз-таки... Дефицит предложения. Я бы не сказал дефицит, а скорее начало сокращения предложений, потому что если раньше на рынке миллионами метров строили вот типовую панель, которую можно было купить за относительно небольшие деньги тогда, то вот эта как бы дешевая панель целыми районами ушла, остались точечные дома уже в более дорогом сегменте. Весь эконом фактически стал мигрировать уже в Подмосковье. И тогда фактически начался первый еще малозаметный этап, даже не сокращение объемов строительства, а сокращение объемов предложения, то есть той доли жилья, которая выводилась как коммерческое жилье в продажу. Потом вторая веха, это восьмой год. И даже не столько сам восьмой год, а то обстоятельство, что очень многие проекты, которые застройщики планировали начать там в восьмом году, в девятом году, в десятом году, они их не начали, потому что пришел экономический кризис, им пришлось все деньги и силы бросить на то, чтобы достроить и вытянуть то, что они уже начали. Поэтому, соответственно, и возникает, собственно говоря, такая некая провальная точка, это девятый-десятый год, когда не заложили много новых проектов. А если мы вспомним, что, собственно говоря, когда, сколько времени нужно, чтобы построить дом в Москве, как правило, по индивидуальному проекту, то это где-то 2-3 года от начала строительства, от того, когда начинается стройка, ставится забор, и объект начинает продаваться, до того момента, когда он построен, сдан госкомиссии, и когда он попадает в статистику. Индивидуальный проект, это проект бизнес, да, класс? Знаете, это не совсем связано, это то, что не панель, это то, что строится под индивидуальным проектом, как правило, это монолитные дома с отделкой кирпичом, они могут быть в разных категориях, и бизнес, и эконом плюс, комфорт, класс, самые разные названия. Я веду к чему? Я веду к тому, что вот именно тот провал в запуске новых проектов, который пришелся на 9-10 год, вот в статистику сданного жилья, это попало вот как раз-таки фактически в этом году, спустя 2-3 года после вот того момента. Соответственно, мы получаем сейчас статистику, что вроде как госкомиссии сдано меньше домов, чем даже в прошлом году. И возникает как бы ассоциация, что вот сейчас на рынке начался тренд сокращения объема строительства. Ну, что подобного, начался он лет 5-7 назад, а ту статистику, которую мы видим сегодня, это не сегодняшний рынок. Это рынок 2-3-летней давности, когда после кризиса немало новых проектов, которые должны были стартовать, не стартовали, потому что у застройщиков, у кого появились финансовые дыры, они как бы все деньги бросили на то, чтобы достроить то, что начали до кризиса. А сразу после кризиса, в общем, много новых объектов не запускалось. Ну, очевидный, да, все-таки тренд, ну, понятно, что начался он не вчера, не сегодня, но тренд очевидный сокращение объемов, да, снижение предложений. И что с ценами, Дима, расскажи, пожалуйста, что с ценами? Ну, я могу добавить по предыдущему вопросу, то есть есть у вашей темы передачи еще некий локальный подтекст, да? Их много, много подтекстов. То есть, если говорить о том, что происходило в последние полгода, то сейчас на лентах информагентств появляются сообщения о том, что в Москве в первом полугодии введено жилье на 27% ниже, чем это было в 2011 году, в первом полугодии. И из этого журналисты, там не разобравшись, делают выводы о том, что вот кризис, покупать стали меньше, закладывают домов меньше. Это абсолютно не так, да, это... Ты будь к журналистам, пожалуйста, терпимее, у них профессия такая. И как профессионал... Создавать новостной повод. Что происходит с ценами, мне кажется? Хорошо, ну то есть жилья реально действительно строится столько, сколько рынок сегодня съедает, поэтому не происходит с ценами. То есть никакого супердефицита в этом смысле нет? Ну, абсолютно да, то есть единственный сегмент, где дефицит есть и будет всегда, это жилье эконом-класса. Олег совершенно прав, когда говорит о том, что жилья эконом-класса в Москве уже много лет строится крайне мало, и в былые годы на рынок его поступало еще меньше, расходилось оно по соцпрограммам. Вот. Если говорить о жилье для Москве среднестатистическом на сегодняшнем, это все-таки там жилье бизнес-класса, жилье премиум-класса. То есть чем сильна Москва и те цифры, которые реально шокируют там всю Россию, а сейчас уже и ряд зарубежных стран. То есть в этом сегменте относительно все спокойно, хотя рост цен есть. Он не такой, о котором можно было бы говорить при дыхании, он порядка 10-12% в год. Ну, то есть это нормально, да? Это нормально, это нормально, учитывая нашу инфляцию, учитывая то, что богатые богатеют быстрее, чем бедные, и могут платить за дорогое жилье больше, чем платили раньше. В сегменте массового рынка каких-то резких изменений в последние полгода с ценами не происходит. То есть в соответствии с курсовыми разницами, с укреплением курса доллара, конечно же, влияние на рынок есть этого фактора. Но это исключительно вот разница курсов. Да, сейчас не то время, когда можно было бы вспомнить 2006 год, когда практически цены удвоились. И нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшие полгода или год мы вновь увидим вот такое ценовое ралли, которое тогда, ну, действительно, никто не мог предугадать. Да, уж и поражало воображение просто-напросто. Хорошо, ралли, ну, с точки зрения роста цен мы не увидим, а увидим снижение. Опять-таки, если брать и сравнивать яблоки с яблоками, то смотря в каких единицах измерения. То есть цены на жилье в рублях в Москве сильно не снижались никогда. То есть это были все в основном технические снижения небольшие. При пересчете в доллары такие снижения были, когда сильно укреплялся доллар. Сейчас, на мой взгляд, особых предпосылок к тому, что доллар резко укрепится, ну, не дадут ему просто укрепиться в ближайшие полгода. Поэтому и говорить о том, что цены на жилье в долларах сильно снизятся в Москве, я бы тоже не стал. А можно, ну, понятно, исключить ее нельзя, вот эту валютную составляющую, курсовую составляющую. А если ее каким-то образом, ну, сейчас от нее абстрагироваться и говорить о какой-то абстрактной стоимости жилья? Вот с этой точки зрения можно говорить о динамике, там, с нисходящей цен на квадратный мир или наоборот восходящей? Ну, если говорить о динамике абстрактной, то недвижимость и жилая недвижимость, она вот в истории всех государств, в том числе России, дорожает всегда. И если отбросить какие-то локальные колебания, да, вверх-вниз и посмотреть там сроки 10 лет, 15, 20, то, как правило, она дорожает с темпом инфляции. Вот. И все остальное, это некие конъюнктурные изменения, которые, ну, вот сегодня нам интересны, а через 5 лет о них уже никто не вспомнит. Ну, именно потому, что они конъюнктурные. Это краткосрочно, а средне-долгосрочно. Ну, в общем, как я уже не зря начал с 2005-2006 года, что фактически тогда на рынке стал ощущаться недостаток предложения. Собственно, тогда рынок и отыграл основным образом вот ту самую ограниченность предложений на рынке. Соответственно, когда мы говорим о том, что сейчас в Москве строят относительно немного, и там статистика показывает снижение объема строительства, мы понимаем, что вот как бы почему это не выливается в какой-то резкий рост цен, да, потому что цены уже заранее, вот как на фондовом рынке говорят, да, на ожиданиях и на, как бы в свое время на ажиотаже отыграли вот это сокращение объема предложений в Москве, и поэтому мы видим, что последние там лет 5 цены действительно топчутся на месте. Да, в кризис они вот восьмого, начале девятого года подсели, но во многом, конечно, в долларах. К рублю было незначительное снижение, но оно довольно быстро как бы стабилизировалось, потому что сам рубль значительно ослабел тогда. Полностью соглашусь, что в рублях там серьезных провалов ценовых не было. Были в долларах, но, собственно, потому что сам доллар укреплялся. Соответственно, сейчас, если мы по какой-то причине увидим дальнейшее укрепление доллара, то я думаю, что и ценовая ситуация будет очень похожа на то, что было в начале девятого года после кризиса восьмого. А в долларах сейчас цены где-то процентов на 15-20 выше, чем были в минимуме после кризиса. То есть, соответственно, это те самые проценты в 20, на которые долларовые цены могут отступить. В случае, если вот как бы разовьется полноценная вторая волна кризиса, мы увидим вот повторение восьмого года. Но тогда, скорее всего, доллар к рублю на те же проценты в 20 укрепится, и еще там, да, мы увидим курс, там, может быть, и 36, и ближе к 40. Соответственно, как бы в этой ситуации в рублях, скорее всего, цены будут плюс-минус где-то на нынешнем уровне. Вот поэтому очень сложно говорить вот так абстрактно, недвижимость, неважно в какой валюте, все-таки, конечно, зависит от единицы измерения. Многие считают, например, вот именно экономисты, да, что цену надо смотреть в долларах, потому что все-таки доллар такой мировой эквивалент. Ту же цену на нефть, которую все мы очень любим в последнее время. Мы все говорим, она выросла, упала не в рублях же, да, а в долларах, потому что цена на нефть как бы в рублях, так, наверное, лишена смысла. Олег, спасибо огромное. Продолжим через небольшую паузу. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это сухой остаток Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитрий. Сегодня мы обсуждаем рынок недвижимости. В гостях у меня Олег Репченко, руководитель аналитического центра IRN.ru, и Дмитрий Харин, управляющий партнер Интермарк Салвис. Еще раз добрый вечер, коллеги. Ну что ж, замечательная, интересная тема. Мы говорили о неких таких общих, да, насколько я понимаю, понятиях, от чего, в принципе, зависит, да, стоимость жилья в долларах, рублях ли, вот, как себя чувствовал рынок, начиная с шестого года. Оказывается, там в конечном итоге, да, был дан старт вот этому нисходящему тренду или сокращению объемов, точнее, да, и сокращению предложений. Сейчас мы наблюдаем с вами, ну, может быть, в преддверии, если он будет второй волны кризиса, да, наблюдаем некую ценовую стагнацию, да, я так понимаю, особо цены не меняются. Ну, будем говорить о долларовом эквиваленте, наверное, это будет правильно. Наверное, это будет правильно. Хорошо. Я хотел бы такой вопрос задать. А в нынешних условиях, ну, помимо макроэкономических потрясений, конечно, они, естественно, ни один рынок не обойдут, и рынок недвижимости в том числе. А что еще влияет вот внутри, в частности, нашей экономики, что еще влияет на рост, ну, на изменение цен на недвижимость? Ну, в первую очередь, конечно, это общая экономическая ситуация, которая задает платежу способность населения и способность людей покупать недвижимость, в частности. Все это влияет на ипотечные программы, ипотечные ставки. И здесь можно отметить, что, на мой взгляд, имеет место вот в последнее время такой противорыночный тренд, потому что в то время, как стоимость денег последние полгода возрастала, на ипотечном рынке под политическим давлением власти пытались ставки ипотечные подприжать, сделать их ниже. По-прежнему было в период выборов довольно много деклараций по доступности жилья и снижению ипотечных ставок, но мне кажется, что вот с приходом майской ситуации, вот этой всей финансовой турбулентности, мы, скорее всего, увидим рост ипотечных ставок, и дешевые ипотеки в ближайшее время, я думаю, что все-таки, исходя из макроэкономических соображений, увидеть не получится, потому что то, что делают власти всех стран, они раскручивают фактически инфляционную спираль, печатают деньги в этих условиях, ставки стоимости денег во времени должны повышаться, и я думаю, что здесь, скорее всего, ипотека не будет в должной мере поддерживать платежеспособность спроса. Но вот если говорить, почему цены на жилье не вырастут, мы об этом много сказали, да, потому что все сложно в экономике, и так они не маленькие и так далее, да, но почему они, наверное, существенно в Москве не упадут, да, это вот вторая сторона, это объемы предложений. Все-таки как бы политика и московских властей сейчас подмосковных с приходом нового губернатора направлена все-таки на строительство в большей мере инфраструктуры и повышение качества жизни, нежели на вот такое как бы массовое строительство жилья. И вот то обстоятельство, что, скорее всего, пусть меньше в Москве строить не будут, но и больше, скорее всего, строить не будут, и даже в Подмосковье ограничат объемы строительства в какой-то мере, Вот это обстоятельство, оно не даст ценам сильно провалиться. Хорошо или плохо, тоже вопрос философский, потому что многие покупатели скажут, ну, как бы, пусть понастроят много, как бы, и цены на жилье станут доступными. Но, с другой стороны, здесь можно посмотреть, как бы, на эту ситуацию более широко, что Москва не резиновая, она лопнет, если здесь будут доступные цены. Ну, она резиновая, ее вот растянули, насколько лучше. Да, поэтому, что касательно новой Москвы, да, там выяснилось, что Москву можно растянуть, но нельзя растянуть ту инфраструктуру, которая есть, и нужны огромные вложения в то, чтобы там построить дороги, детские сады, школы, создать рабочие места. И на это все требуется еще, помимо денег, еще очень много времени. Поэтому, я думаю, что даже несмотря с учетом проекта, как бы, большой Москвы, расширения Москвы, все равно, как бы, объемы предложения в московском регионе, они в ближайшее время все-таки будут ограничены. И это то обстоятельство, которое, скорее всего, не позволит увидеть серьезного падения цен на жилье. И в этом тоже есть еще один плюс, да, потому что существенное снижение стоимости жилья, оно приведет к банкротству застройщиков. И мало кто из нас хотел бы купить квартиру за полцены, потому что цены упали, но потом увидеть, что его дом недостроен, да, потому что застройщик, упс, обанкротился. Вот, поэтому здесь есть очень много разных, как бы, сторон у этой медали. Вот, я думаю, что вот та стабилизация цен с какой-то вот умеренной болтанкой плюс-минус, но вот, как говорят на фондовом рынке, в пределах коридора, да, диапазона. Ну, на мой взгляд, это, в принципе, неплохая ситуация для продавцов и для покупателей. В общем, никто, как бы, сильно с этого не выиграет, но зато и, как бы, стабильность все-таки она дает то, что никто много и не потеряет. Дим, вот сейчас коснулись вопросы резиновой Москвы. Вот эти присоединенные территории, мне почему-то показалось, что после того, как ударили, судья бывает, да, вот он так стукнет. Молотком. Молотком. Или там аукционист. Продано. Вот когда ударили уже, да, куда-то чем-то, и они до июля стали Москвой. Это как раз 1 июля случилось. Там наблюдается резкий рост цен на недвижимость или, наоборот, резкое снижение. Это вообще как-то повлияло, Дин? Ну, безусловно, это повлияло, но повлияло не 1 июля, а гораздо раньше. То есть опять на ожиданиях, да, о чем Олег? Совершенно верно. Мы же с точки зрения фондового рынка на все смотрим. Только когда прошла первая информация и уточнились границы этих территорий, да, то застройщики подняли цены, ну, практически на 15-20% на ровном месте без изменения степени готовности проектов, да. Так что сейчас уже поезд ушел, и тем, кто хотел сыграть на этом повышении, уже ловить, по сути дела, нечего. Ну, и действительно, вот цены вот в этих присоединенных территориях, да, на этих, на недвижимость, они уже сравнялись с московскими? Нет, они еще далеки все-таки от московских. Да, есть, наверное, отдельные проекты, где цены московские, но это проекты более высокого качества. Средние цены все еще уступают московским, даже тем районам, которые прилегают непосредственно к присоединенным территориям. А скажи, пожалуйста, вот эти присоединенные территории могут решить проблему, с которой мы начали? Проблему отсутствия жилья эконом-класса или проблему строительства, да, проблему... Безусловно, безусловно, и я вижу, что они ее решат, в конце концов. Они решат ее за счет того, что, наконец, появятся масштабные районы застройки, которых мы уже не видим, по сути дела, 10 лет. Ну, вот о чем мы говорили, да, Марьино, что там еще у нас было, Литина, Куркино. Если Олег наверняка прекрасно помнит те годы, вот когда появлялся один такой крупный проект сотни тысяч квадратных метров нового жилья, цены в Москве замирали. Бывало, даже немножечко отступали, потому что застройщики заинтересованы продавать как можно больше, как можно быстрее. Соответственно, все риэлторы устремляются в эти районы, все покупатели, которые имеют альтернативные сделки, устремляются в эти районы. Если там можно купить дешевле, то и на вторичном рынке в других районах цены, ну, как минимум, не растут так быстро. На территории Новой Москвы отличный плацдарм для того, чтобы развернуть подобные проекты, как Куркино, допустим, как Митина, да, как Жулебино. А есть уже примеры какие-то? Знаете, сейчас нет еще концепции развития территории. Есть сейчас проекты, которые создавались еще до того, когда стало известно, что это будет Новая Москва. Москва, часть из них, безусловно, будет продолжать развиваться, часть из них сейчас будет обрублена, так как сначала нужно создать транспортную схему, вообще продумать идеологию, что такое будет Новая Москва, как там будут жить люди, и сделать, ну, наконец, уже правильную Москву, да, которую еще там, по-моему, 200 лет какой-то иностранец, который приезжал в Россию, говорил. Что Москву нельзя исправить, можно только построить правильно рядом с ней. Да, да, построить заново. Основная проблема, что непонятно, когда все это новое жилье выйдет на рынок, потому что действительно, я думаю, еще несколько лет уйдет на разработку генплана. Вот, и, к сожалению, возникает некая пауза, вот, как раз-таки, сохранения ограниченного предложения, о котором я говорил, да, то есть, если смотреть в перспективе, там, 5, 10, 20 лет, то, да, безусловно, это как бы вот то необходимое развитие, которое нужно. Но в ближайшие 2-3 года, я думаю, что мы увидим все-таки отсутствие каких-то вот таких больших масштабных строек, просто не успеют подготовить все для них, вот, а значит, с точки зрения рынка, это будет ограниченность предложения, которое будет поддерживать цены снизу. Ну, здесь есть еще один фактор, на самом деле, вот, мы постоянно упираемся в развитие рынка, в развитие предложения, ну, в тех игроков, которые присутствуют сейчас, в тех застройщиков, которые работают на рынке, они, то, у них были приоритетом московские районы, сейчас в Москве, в основном, точечные проекты, они мигрируют в Подмосковье, но мы постоянно упираемся в их строительные мощности, которые, ну, с годами сильно не расширяются. Не безграничные они. В Московском рынке еще там 2-3 года назад какому-то новому игроку. Ну, там понятно, по какой причине. Абсолютно, да. А сейчас что-то изменилось? Ну, я пока радикальных изменений не вижу. Вот много говорится о том, что нужны новые технологии. Появляются точечные проекты, привозят там из-за рубежа предприимчивые застройщики, да, сами же домостроительные комбинаты выводят какие-то там новые серии, новые продукты, но пока массового такого тренда я не вижу. Вот за рубежом, допустим, логика освоения крупных территорий сводится к чему? Что государство совместно с большой структурой инвестиционной, которая называется непосредственно компанией девелоперской, да, это немного другое понятие, чем у нас вкладывается. Берет огромный участок земли, совместными усилиями финансирует сети, дороги, инфраструктуру, дальше делит это на куски, и на каждый кусок приходит компания, которая называется Builder. Builder, акции его котируются на бирже, таких компаний несколько тысяч. Они мигрируют по всем... Это ты про американский рынок? Это я говорю про американский рынок. Мигрируют по всем штатам, строят от западного до восточного побережья, у них нет вот такой локальной привязки. За счет этого в Америке строится жилья, ну, я не знаю, в десяток, наверное, раз больше, чем у нас. И без этого ни новую Москву, ни вообще эту программу доступного жилья решить не представляется. И в этом направлении никто пока ничего не делает. Олег, ну это замкнутый круг, потому что с одной стороны, да, этого не сделать, а с другой стороны, этого не дают делать. Как быть? Знаете, я не думаю, что здесь замкнутый круг, скорее просто нужна политическая воля, потому что есть еще как бы один серьезный момент во всей этой истории, да, это сильная забюрократизированность строительной отрасли. И очень много говорится о том, что надо ввести в оборот неиспользуемую землю. Вроде как это делается, и там Большая Москва, это такой массовый проект введения в оборот больших объемов земли, да. Дальше возникает тема различных согласований, разрешений, которые тоже довольно сильно забюрократизированы, не раз декларировалось, что надо все упростить, снять барьеры. Ну вот, как бы, на мой взгляд, нужна только политическая воля, чтобы вот эту историю как-то... А на каком уровне политическая воля? Ну, по крайней мере, на уровне президента это декларировалось, да, и уже не раз. И, казалось бы, есть понимание, что это нужно сделать, да. Ну, как бы, посмотрим, хватит ли здесь действительно последовательности, чтобы бюрократические препоны поломать. И действительно, вот, создать нормальные условия для конкуренции, да, вот, как говорит коллега, как в Штатах, там, действительно, тысячи строительных компаний. Конечно, есть конкуренция, есть возможность обеспечить большие объемы, есть возможность, как бы, бороться за снижение цены, когда не один инополист строит медленно, мало и дорого, да. Вот, я считаю, что в России ничто не мешает воплотить тот самый зарубежный опыт, подобные схемы, но, опять же, это вот все будет не быстро, не за один год, а постепенно. Все упирается в одно и то же. Спасибо, продолжим через паузу. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы разговариваем о рынке недвижимости. Мои уважаемые гости, это Олег Репченко, руководитель аналитического центра IRN.ru, и Дмитрий Харин, управляющий партнер Intermax Savils, уже достаточно подробно рассказали нам и о рынке строительном, но в основном и о рынке первичном, так это называется, да, о вторичном рынке мы еще не говорили. Но я хотел бы вот на что сделать акцент, мы в основном говорим о Москве. Ну, на самом деле в этом тоже есть логика. Москва впереди планеты всей, да, впереди Россия. Но только не по объему жилищного строительства. Да, к сожалению, в основном по ценам. Вообще есть такое понятие, что рынок недвижимости или рынок строительства Российской Федерации в целом? Ну, вот я бы здесь, наверное, как раз продолжил ту тему, которую в предыдущем блоке мы начали. То есть у нас отсутствует в нашем государстве вообще комплексный взгляд на рынок недвижимости как отдельный сегмент рынка. То есть наши руководители государства решают вопрос построить больше метров. Решают вопрос, там, создать какую-то ставку по ипотеке разумную и доступную для населения. Вот, решают вопрос переселить людей из ветхого жилого фонда, да, какие-то ликвидировать очереди. Все это... Ну, ты говоришь, решают, это все декларируют, они же не решают. Ну, что-то декларируют, что-то решают. Но надо понимать, что рынок жилья – это единый общегосударственный механизм. И вот даже на уровне анализа, к чему приведут какие-то шаги, которые предпринимаются, у нас с этим слабовато. То есть реально вот тот показатель, который говорит о том, что рынок может жить дальше и может функционировать, он в большинстве стран зарубежных уже сформулирован, да, он достаточно прост и понятен. И называется «Избыточный доход среднестатистического домохозяйства». О чем идет речь? Что экономисты считают, экономисты-государственники, что если у среднестатистического домохозяйства с его средним доходом остается после выплаты всех его потребительских расходов, выплата платежа по ипотеке, в том числе 20% дохода от того, что они заработали, это позволяет. Вот при этом условии рынок жилья развивается достаточно динамично, и можно говорить о том, что и построенные метры будут проданы, да, и постепенно, постепенно, постепенно проблема обеспеченности жильем будет улучшаться. Вот такого комплексного анализа ни в масштабах страны, ни в масштабах отдельных субъектов федерации у нас не происходит. Поэтому предугадать, к чему приведет, допустим, строительство, там, удвоение объема строительства вдвое, объективно, сейчас не может никто. И упадут ли при этом цены? А я думаю, что не упадут. Потому что здесь еще проблема есть в ментальности наших граждан. Для нас квартира – это как золотой слиток, это как бриллиант, которого никогда не бывает достаточно. Вот появились деньги, да, наша страна нестабильна. Вкладывать в фондовый рынок, отваживаются, не все, да не все умеют и знают о нем. В банке уже многие обжигались, да, покупать золото, ну, опять-таки, много проблем с налогами и так далее. Покупают квартиры, покупают детям, покупают, чтобы сдавать в аренду. И покупают во многом и одни и те же потребители. То есть, то жилье, то есть, решая проблему, как сделать квартиру доступной для не самых обеспеченных, за счет дополнительного строительства и отсутствия, ну, так скажем, другой ментальности, мы насыщаем, по сути дела, жильем тот сегмент, где и так с квадратными метрами на душу населения… Все в порядке, да? Все в порядке, да. И стоят потом дома с темными окнами. Абсолютно верно, да. И вот эта проблема, она лежит уже в другой совершенно плоскости. Недостаточно построить, недостаточно создать ипотечные какие-то условия, да. То есть, жилье должно стоить ровно столько, сколько оно стоит, сколько за него могут платить люди, да. Просто надо понимать… Те, кому оно необходимо. Да, тем, кому оно необходимо. Оно не должно быть каким-то доходным арендным инструментом, потому что это ненормально, да. То есть, во всем мире доходность от аренды 1-2 процента, и никто не покупает квартиры для того, чтобы сдавать в аренду, потому что есть банки, да, с более понятным… Но есть и инвестиционные какие-то компании, куда можно вложить деньги. У нас этого ничего нет. Поэтому проблема рынка недвижимости – это еще и проблема слабой вообще рыночной инфраструктуры в целом в России. Когда это некое убежище для большинства наших сограждан, чтобы сохранить те деньги, которые они заработали. И пока эта проблема не будет ликвидирована, ничего с ценами поделать, я думаю, не удастся. – Олег, а сейчас вот насколько, кстати, вот эта история характерна, когда квартиру воспринимают в качестве некого вложения инвестиционного? – Ну, вот эта история как бы существует давно, еще с 90-х, и особой популярностью квартира как инвестиционный инструмент пользовалась, конечно, до 2008 года, в период, когда резко росли цены. С 2001 по 2008 цены выросли где-то в 7 раз, на отдельные типы жилья до 10 раз, если выгодно смог купить на этапе строительства. Соответственно, понятно, что многие люди действительно вкладывались в большую пирамиду МММ в этот рынок, рассчитывая заработать больше и больше, покупали 3, 5, 10 квартир. – Да, на текущий момент никто уже, я думаю, не ждет сверхприбыли от этого рынка, но появилась другая фишка, она связана с тем, что вот из-за всей валютной нестабильности, экономической нестабильности, недвижимость рассматривается как такой защитный актив, действительно аналог золота, то есть как бы если не заработать, то по крайней мере сохранить. И вот как бы я готов согласиться с тем, что немало жилья, прежде всего в Москве простаивает, никак не используется, и даже я бы еще как бы сказал бы, ради бога, пусть бы его сдавали в аренду. То есть да, там есть лишние деньги, купил квартиру, сдаешь в аренду, платишь налоги, вроде как все довольны, и ты получаешь прибыль, государство получает налоги, кто-то в этой квартире живет, проблема-то в другом. Проблема в том, что немало квартир в новостройках, купленных с инвестиционными целями, не используется никак, люди не собираются там делать ремонт, они там никогда не были, они эту квартиру в глаза не видели, они просто помнят, что где-то там, вот у меня три квартиры там в алых парусах куплены на черный день, да, и пока этот черный день через 20 лет не наступит, они как бы даже... Причем они еще и проблема для управляющей компании. Да, потому что живет в этом доме 30% или 50% всего квартир, эти люди, мало того, что они как бы купили эти квартиры, они не живут там сами, там не живут их дети, они не сдают их в аренду, то есть там не живет вообще никто, город это все отапливает, охраняет, освещает. Эти люди, как правило, не платят коммунальные платежи, и те 30%, которые там живут в этом доме, вынуждены за них это все погашать, потому что их не найдешь, где они, они не появлялись. То есть получается вот такой полнейший, бестолковый, простой вот этой недвижимости, которая вроде как дефицит в Москве, с другой стороны, возьми любой новый дом, там большая часть окон никогда не загорается. Вот все это приводит к тоже старой идее налога на недвижимость, от рыночной цены, налога на несколько квартир, которые тоже во многих странах функционируют. Но как бы у нас говорят об этой теме, что да-да-да, нужны здесь какие-то реформы, уже больше 10 лет, на моей памяти, но пока, в общем, политической воли так и не хватило, чтобы предпринять какие-то конкретные шаги. Скажите, друзья, вот это парадокс, о чем мы сегодня не говорили, мы в конечном итоге сводим, что это решение политическое, прежде всего, да, нужно политическое, и оно не решается. Это парадокс или это нормальная жизнь наша? Ну, видимо, рынок жилья и жилищная сфера, хоть и декларирует, что это приоритет нашего государства, конечно, проще построить жилье для ветеранов, построить жилье там для переселенцев, да, отчитаться, показать это по телевизору, чем наладить эффективные, долгосрочно функционирующие... То есть, заставить банк на пару процентов снизить стоимость ипотеки на три месяца. Да, я думаю, что это проблема перехода у периода, потому что мы часто смотрим на Запад и говорим, вот там вот по-человечески, но мы забываем, что там коммерческий рынок жилья складывался там даже не десятилетиями, а веками. У нас же реально вот как бы занялись формированием цивилизованного рынка жилья, вот когда все эти национальные проекты появились, и понимание, что данную тему надо как-то структурировать, ну, где-то лет пять назад, да. Вроде, с одной стороны, пять лет немало, чтобы там какие-то шаги предпринять. Что-то предпринималось, да, но часто меры половинчатые, поэтому они не давали каких-то там таких резких прорывов, да. С другой стороны, опять же, если посмотреть, сколько там десятилетий и столетий на Западе структурировали все это, да, то можно сказать, что это только начали заниматься, да. Поэтому здесь все относительно, да, нельзя сказать, что вот у нас плохо, везде хорошо, на самом деле там в Западном мире тоже немало своих там проблем с рынком недвижимости. Если взять ту же Испанию, какие там пирамиды и мошенничества имеют место быть, то там, в общем, как бы тоже еще похлеще, чем у нас. Вот, то есть не надо думать, что там вот у нас плохо, а где-то хорошо. Но действительно, как бы наш рынок жилья во многом нуждается в структурировании, и это должно решаться на высоком политическом уровне. Радует, что есть у властей понимание, что здесь что-то делать решать надо, вот. Но не всегда здесь как-то одним взмахом топора можно там что-то вырубить, да. Тот же налог на недвижимость, я отчасти понимаю, почему его до сих пор никак как бы не принимают, потому что там очень много всяких «но» и не существует там единой панацеи, как вот ввести налог так, чтобы там вот, собственно говоря, всех правильно обложить, никто бы не пострадал. Как его не введи, все равно там будут какие-то исключения из правил, когда вот там, как быть там с пенсионеркой, которая там, вдова генерала, живет на Кутузовскому, там, в квартире, которая стоит 3 миллиона долларов, да, но при этом у нее нет денег там на продукты, да. Вот много как бы вот таких вот моментов в России, пришедших отчасти еще с советского времени, еще там жив как бы советский менталитет. Должно действительно поменяться поколение. Вот, поэтому я верю, что постепенно, действительно, как бы это будет решено. Кстати, вот по поводу времени, я почему-то вспомнил, сейчас мы об этом сказали два слова. Вот это вот схема, да, схема, правильно сказать, так, когда покупалась квартира на этапе котлована, а потом, значит, ну, я уж не знаю, с разными целями, с инвестиционными, либо просто... Вот сейчас эта схема работает? Ну, как правило, да, вот эта схема была до 2008 года, то есть, как говорили тогда и шутили сами застройщики, достаточно воткнуть лопату, и можно начинать продажа. И продавать, да. И, как правило... Причем, извини, пожалуйста, насколько я помню, это называлось поиск соинвестора, да, то есть частное лицо, которое покупал уже готовый котлован. И сейчас так же примерно называется, но сейчас интерес к таким инвестициям существенно поубавился. Тем более там, где суммы сделок серьезные, вот в сегменте дорогого жилья, на этапе котлована, даже если ты уже вылез из земли, то начать продажи крайне-крайне сложно. Почему, Дим? Ну, во-первых, потому что... Научил жизнь, пожалуйста. Научил жизнь. Столько примеров. Во-вторых, появилось много альтернатив. Раньше на этапе котлована сметалось, ну, практически все. И надо было либо брать сейчас, либо уже забыть о покупке. Либо перекупать уже по двойной, там, тройной цене у тех, кто более смелый, более рискованный был. Соответственно, сейчас на этапе котлована, вот именно в сегменте премиум и бизнес, жилье продается, но не более 10% от общего объема продаж. Покупатели хотят видеть каркас, покупатели хотят видеть, что идет фасад, фасадные работы, но, кроме того, хотят видеть динамику, как все это меняется, да. Как только замирает стройка, как правило, продажи в комплексах притормаживаются. Вот, поэтому сейчас для того, чтобы успешно продавать новостройки, то есть нужно иметь и достаточный запас денег, чтобы вывести стройку на вот эту стадию готовности, да, и ни в коем случае не допускать каких-то вот простоев. Но вообще риски сохраняются по-прежнему? Я имею в виду риски, вот, возможности не достроить. Безусловно, сохраняются. Я так понимаю, тогда это было связано еще и с тем, что на рынке было много, ну, если не шарлатанов, то людей таких авантюрных, я имею в виду, компаний-застройщиков. А сейчас? Сейчас, как правило, рынок почистился, да, и ни один новый проект без понимания того, что он может быть построен в достаточной степени без привлечения средств инвесторов, не начинается. Потому что раньше зачастую у застройщика было денег, там, 5% от новой сметы. Он говорил, что я сейчас привлеку, и все будет хорошо. Да, сейчас ситуация поменялась, поэтому вот ситуации такого, когда совсем уже застройщик не выполняет своих обязательств, их практически на рынке не остается. Бывают локальные какие-то проблемы. В основном я сейчас встречаю с двумя типами проблем, некие технологические проблемы, когда чего-то не учли, там, да, и возникает задержка, там, либо с юридическим оформлением, либо с геодезией, там, участка, бывают какие-то проблемы. Вот, либо проблемы с банковским финансированием, когда банк, скажем, отказывает с продлением кредита, меняет условия продления кредита, вот, и тогда стройка на какое-то время, опять-таки, может замирать. Спасибо. Спасибо, Дима. Давай продолжим после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Сегодня обсуждаем рынок недвижимости. В гостях у меня Олег Репченко, руководитель аналитического центра IRN.RU, и Дмитрий Халин, управляющий партнер «Интермарк Савилс». Ну что ж, закончили предыдущую часть нашей программы мы разговором, да, разговором о схеме, да, когда покупался на этапе котлована, да, потом какой-то причине не достраивался. Причин этих было полно, начиная просто от недобросовестности застройщика и заканчивая всяческими финансами и другими проблемами. Сейчас, Тима, я попрошу тебя продолжить. Сейчас подобных случаев крайне редко, я так понимаю, да, и причины тому... Случаев, когда откровенно обманывают, их на рынке практически нет. Случаев каких-то технологических замешательств, они, безусловно, бывают. Это нормальные риски бизнеса, да? Ну, они нормальные, они высокие достаточно, и не случайно, поэтому, вкладывая деньги на этапе котлована, можно серьезно заработать. Вот, причем заработать как за счет того, что сам дом повышается в степени готовности, так и за счет того, что рынок параллельно с самим домом подрастает. Раздорожать, конечно. Да, и сегодняшний разрыв между ценой покупки на начальном этапе и в готовом доме может составлять там от 30 до 50 процентов. На отдельные квартиры и более того, которые там застройщик недооценил. Поэтому, с точки зрения инвестиций, это достаточно выгодные вложения. Чем оно ограничено сейчас, да? В отличие от фондового рынка, где можно выйти практически в любой момент из актива, выйти сейчас из новостройки становится достаточно сложным. То есть, рынок все-таки конкурентный, застройщики смотрят друг на друга, смотрят у кого что осталось, у кого какие цены, очень движутся параллельными курсами. Поэтому сбросить квартиру в любой момент, когда заблагорассудится, и еще на этом заработать... Как это было раньше, да? По сути дела, да. Сейчас вот это пассивное инвестирование становится не таким уже пассивным. То есть, надо четко рассчитать момент входа, когда риски уже не такие большие, как на этапе котлована, и момент выхода рассчитать также достаточно консервативно. В основном это когда дом уже будет построен, и ты начнешь оформлять... Ну, появится возможность оформить правоустанавливающие документы. До этого момента конечный покупатель, который должен купить эту квартиру, как правило, крайне редко рискует входить в сделку, если он не понимает, что через 3-6 месяцев у него будет собственность. Поэтому сейчас вот эти 30% часто приходится размазывать на 2-3 года, и в итоге это получается те же самые 10% годовых. Что нормально, да? Что не выдается каким-то образом из общего русла. Еще одна тема, очень меня интересующая, ну, меня не меня, и наших слушателей, я уверен, тоже. Рынок аренды. Как он чувствует себя, и тем более, что я краем уха слышал, что какие-то фискальные, да, так сказать, как это, клещики, клещики фискальные, так сказать, какие-то преграды тут готовятся, да, Олег? Ну, на самом деле, это давняя история, попытка обложить арендодателей подоходным налогом в 13%. В общем, на моей памяти за последние лет 10, так с периодичностью раз в 2 года... Я тебе хочу, у тебя хорошая память. Проходит, да, вот... Последние 10... Я как аналитик, да, долго помню, как, да, в том фильме мы давно тут сидим. Вот, появляются такие пугалки, но они, в общем, разбиваются о некой реалии жизни, в моем понимании, потому что вот весь рынок аренды, его можно разделить на две части. Рынок цивилизованной дорогой аренды, и рынок такой вот как бы дешевый аренды в низком ценовом сегменте. Вот дорогой сегмент, он по большей своей части и так давно легальный, официальный, и налоги там платятся. Почему? Потому что, с одной стороны, да, хозяин, который имеет дорогую квартиру в хорошем доме, с там, дорогим ремонтом, дорогой мебелью, ему не нужны непонятные люди, с кем договорился в подворотне. С другой стороны, снимают это либо иностранные компании, либо, как бы, бизнесмены, опять же, как бы, то есть, которым тоже нужны договора, которым нужно легальное оформление. И, соответственно, именно дорогой сегмент, он тот сегмент, где больше всего налогов-то с арендой, и можно собрать, потому что там сумма больше. А вот когда мы доходим до дешевой аренды, то часто там сдают квартиры от бедности, а не от жира. Сдают люди, там, досталась от бабушки, там, лишняя квартира, там, соответственно, сдали за 20-30 тысяч рублей, и вот, там, прибавка к невысокой зарплате. Или та же самая бабушка, оставшись там вдовой, в двухкомнатной квартире, одну комнату сдаёт, там, да. Или из большой, да, из большей переезжают в меньшую, да, и, соответственно. Вот, ну, как бы, там, переезжает, это купли-продажи, это уже другая тема, да. Так вот, часто эти люди действительно сдают от бедности, сдают за небольшие деньги, и, в общем-то, их много очень таких людей. Если там просто посчитать, умножить, вот, там, приводятся разные оценки, порядка 100, там, тысяч квартир в Москве сдаётся в аренду, 200 тысяч квартир, вот это умножить, получается, вроде, большой бюджет, но если мы поймём, что он разделён на сотни тысяч человек, за каждым, которого надо выследить, там, составить протокол, притащить в суд, провести судебное решение о том, доказать, что здесь имеет место получение дохода, а не, там, дальний родственник приехал пожить, там, две недели. При этом практически это невозможно доказать. Ну, это можно доказать, но это надо приложить гораздо больше усилия, чем вот те копейки, которые с каждой квартиры ты можешь собрать. И получается, что администрирование вот этого, там, сбора этого налога, оно окажется, там, более затратным на содержание, там, большего количества, там, участковых, судей, налоговых инспекторов, чем, как бы, здесь можно денег собрать, да, то есть себестоимость, вот, единицы, потому что их, по малу, с каждого их очень много, да, и с каждым надо возиться, вот. Поэтому я думаю, что здесь дальше, опять же, неких деклараций о том, что вот сейчас мы будем ловить и наказывать, да, ничего дальше не движется. Я думаю, сами налоговики понимают, что, ну, вот, некие такие пугалки, они, там, 10-20-30 процентов людей... Психологически, ну, как бы, те, кто готов уже к цивилизованному, там, рынку аренды, он как-то, там, сподвигает заключать договора, платить, там, те самые, на мой взгляд, относительно небольшие налоги, вот. Остальные, кто, вот, сдает по-старому, и у них в головах совсем, как бы, вот, другое представление о том, как устроена жизнь, да, они считают, что их государство, там, по полной обула, там, и в 98-м, и раньше, особенно пенсионеры, и они, в общем, как бы, я думаю, что совершенно не готовы здесь к, там, цивилизованным условиям аренды, им, там, кто-то приплачивает, там, пенсионерке, там, 10-15, там, 20 тысяч, там, к пенсии, и все это, там, делается неофициально, и, в общем, я думаю, так всегда будет, пока действительно не сменится поколение. Вот, что же касается цивилизованной аренды, когда у людей новые квартиры, где они делают нормальный ремонт, пусть даже в эконом-классе, да, с целью действительно получать доход, я считаю, что это абсолютно нормально, нормальная тема, это некий аналог банковского депозита, но только с меньшими рисками, потому что с банком неизвестно, что может завтра быть, там, да, вот, с арендой вроде как твоя квартира, и ни от кого не зависишь. Нормальный бизнес такой вот, он как бы низкодоходный, зато он стабильный. Я считаю, что здесь надо платить налоги, потому что это самый дешевый способ, вот, легализовать свой доход. На самом деле можно платить даже не 13% НДФЛ, а можно оформиться как индивидуальный предприниматель, не юридическое лицо, а индивидуальный предприниматель без образования юрлица, и тогда абсолютно легально налог становится 6%. То есть, как бы вы платите 6% от вашего дохода, и вы получаете, как бы, там, абсолютно легальный доход. Вот, я считаю, что это реально самый дешевый способ, да, там, самый минимальный налог, который вообще в Российской Федерации существует. Если бы решить проблему, чтобы вот этих собственников жилья в каком-то льготном порядке, в упрощенном порядке, в заявительном порядке регистрировать как индивидуальных предпринимателей, то это могло бы стимулировать как раз и большее количество людей платить налоги, потому что сейчас попробуете зарегистрироваться как предприниматель, чтобы снизить, там, эту ставку налога с 13% до 6%, ну, не каждой бабушке это физически даже под силу. Бабушке-то мы даже не говорим, это здраво... нормальному, ну, нормальному... Человеку и то надо вникать, разбирать. В стрельном уме, да. Да, я согласен, что... Конечно. Дима, у тебя вопрос следующий. А что с ценами на рынке недвижимости вообще? Что с ними происходит? Растут, падают они? А чего это зависит? Тем более, что сейчас, я думаю, многие заинтересуются этим вопросом, потому что лето на дворе. Лето, это традиционно период, когда на рынке ничего не происходит. Да, хотя мы перед передачей с Олегом перекинулись парой слов. Действительно, миф о том, что летом рынок замирает, он во многом действительно миф. То есть летом действительно не происходит каких-то радикальных изменений. И, как правило, субъекты рынка ждут осени, чтобы начать какие-то движения. Вот. То есть в ближайшие месяцы, июль-август, с ценами, на мой взгляд, не произойдет ничего. Что будет в сентябре? Все, опять-таки, рублевые цены, на мой взгляд, не имеют каких-то предпосылов для того, чтобы сильно повыситься. Что будет с долларовой ценой? Здесь, ну, как говорится, делать прогнозы дело неблагодарное. Здесь риски валютные. Да, все риски валютные. Это не взлет спроса в связи с тем, что начинается новый рабочий год, новый трудовой год. С сентября. Приезжают, условно говоря, там, мигранты. Ну, с одной стороны, это период, когда начинает реализовываться отложенный спрос. То есть то, что летом была некая пассивность, она начинает проявляться в сентябре. В то же время и предложения в сентябре существенно расширяются, люди приезжают из отпусков, появляется у них время. Ну, как правило, это вот период, когда прошла первая неделя после первого сентября, люди вот решили вопросы с детьми, с их отправкой в школу, да, и дальше они начинают заниматься вот квартирными вопросами. То есть вторая половина сентября – это некое оживление. Статистика показывает это оживление уже в ноябре, в октябре-ноябре, когда сделки пройдут и будут зарегистрированы. Это ты сейчас говоришь о купле-продаже? Это я говорю о купле-продаже. А с арендой что происходит? Если говорить об аренде, то, ну, вот в сегменте, допустим, нашем, в сегменте, в котором мы работаем, в сегменте дорогой аренды, цивилизованной, как ее назвал Олег, сейчас как раз период активности. Вот май, июнь, начало июля, потому что люди, во многом экспаты, которые снимают дорогое жилье, они привязаны к такой нормальной проблеме, как устройство детей в школу. И это надо делать за годи. Да, поэтому приезжать, выбирать жилье, все хотят вот сейчас, в мае, в июне, чтобы успеть решить этот вопрос. Плюс к этому, как я понимаю, в массовом сегменте летом приезжает очень много людей в Москву, приезжают работать, приезжают поступать в институты, поэтому некое оживление спроса тоже присутствует. Спасибо огромное. Буквально два слова. Олег, Дима, каковы перспективы рынка недвижимости в России? Знаете, я думаю, хорошие перспективы, потому что данная тема действительно наболевшая, и каждый второй скажет вам при опросе, что он не прочь улучшить жилищные условия. Есть немало сложностей и проблем, и да, с ними надо там бороться, решать, и я думаю, постепенно рынок будет становиться более структурированным, более цивилизованным. Но я считаю, что это один из вот тех серьезнейших сегментов, которые еще на ближайшие там 10-20-30 лет будут одной из там первоочередных тем для многих и для правительства, будет просто вынуждено что-то делать, и люди будут стараться разными правдами, неправдами там решать жилищный вопрос. Состройщики будут искать возможность строить в качестве там инвестиций, эта тема будет по-прежнему привлекательна, пусть не высокодоходна, но зато надежна. Поэтому я считаю, что, в общем, как бы здесь перспектив много. Перспективы хорошие, да, Катима? Я согласен с Олегом, в краткосрочной же перспективе, я думаю, не стоит бояться никакого кризиса тем, кто сейчас собирается покупать или продавать жилье. То есть у кого есть такая возможность, ее нужно реализовать? Безусловно. Я заметил вот в последние годы, что чем больше мы говорим о каком-то грядущем кризисе, чем больше его ждем, тем меньше его последствий, или он вообще не наступает. Для жилья это выполняется со 100%. То есть чем больше мы сегодня в студии с вами говорили о каких-то возможных неблагоприятных потрясениях, вот, это все находит отражение и в политике застройщиков, то есть они не рискуют, не перегревают рынок, да, и в политике продавцов и покупателей. Соответственно, мы будем иметь такой рынок, какой имеем сейчас, по крайней мере, ну, в ближайшие несколько лет. Ну и слава богу. Итак, уважаемые слушатели, сегодня с оптимизмом на рынках недвижимости смотрели мои уважаемые гости Олег Репченко, руководитель аналитического центра irn.ru и Дмитрий Халин, управляющий и партнер Intermark Savills. Вам большое спасибо, это был Сухой Остаток, успехов на рынке, счастливо!